То, что украинская армия всё, пала, значит ничего не будет, произошла Курская операция. Все пишут, что просто упадническое настроение, воевать негде. Да, но только резервы почему-то накапливаются на юге. Это подготовка к каким-то действиям. Противник будет это постоянно наращивать. Судя по шведскому пакету, готовят десантную операцию на Курске. То есть они там могут производить. Ясно, что они производят. Но нельзя производить, если нет энергии. Поэтому надо вбить Украину, украно-нацистское государство, средневековье глубокое, уничтожить всю энергетическую систему, уничтожить все плотины. Киев должен всплыть. Россия же никогда не заявляла о своих планах по уничтожению Украины. Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорил. Владимир Владимирович не ставил задачи ни по Львову, кстати, ни по Киеву. Это Нуланд с своими идиотами-друзьями придумывали, что планы были взять Киев за три дня, за пять дней. И вот когда они там все радуются, Блинкин с Лами, этим самым министром астронных дел Британии, по сути дела дают понять, что вот они едут в Киев, чтобы громогласно объявить о разрешении со стороны США и Лондона, официальном разрешении бить вглубь Российской Федерации. Владимир Владимирович, Вы в своем репортаже с фронта очень емко отметили, что беспилотники стали новым лицом войны. Действительно, буквально за год характер настолько сильно поменялся, я просто проведу статистику. Одно из подразделений спецназа, они проводят для себя анализ, какое количество каких средств у них является лидирующими по поражению противника. Если в прошлом году лидером были ПТУРы дистанционные, и ФПВ-дроны были на третьем месте после артиллерии, то сейчас ФПВ-дроны занимают 86%. Потом идет артиллерия, а ПТУРы уже где-то на третьем месте и далее. То есть цифры просто запредельные становятся. Мы уже с Вами и в эфирах обсуждали, что снайперы начинают становиться группами обеспечения безопасности, расчетов ФПВ вот на 360 градусов, потому что растут технологии. И сейчас происходит качественный скачок технологий по ФПВ-дронам на Украине. Мы видим, что там сейчас находятся практически все представители крупных IT-компаний. То есть Google и все остальные, они делают военные подразделения, как бы не связанные, начинают отрабатывать технологии искусственного интеллекта. Они вот там взрослеют. Происходит взросление, потому что этот продукт потом можно продавать во всем мире. Весь мир сейчас начинает качественное переоружение вооруженных сил, потому что обычный танк, который стоит там десятки миллионов долларов, он уже, это мишень очень дорогая, нужно перерабатывать, а то и вообще другую конструкцию. Но по некоторой информации американцы разместили заказ на 2 миллиона сейчас различных типов беспилотников, понимая, что это снаряды, патроны будущего. Противник будет это постоянно наращивать. Я напомню, просто когда западная пресса писала, что украинская армия, все, пала, значит ничего не будет, произошла курская операция. Причем с одной стороны были статьи, что они больше воевать не могут, надо переговоры, курская операция. Сейчас мы видим вот точно такой же. Вадим Владимирович отметил, говорит, как по команде. Все пишут, что просто упадническое настроение, воевать негде. Да, но только резервы почему-то накапливаются на юге. Но как вы написали сегодня, судя по шведскому пакету, готовят десантную операцию на Крыму. С чего-то вдруг начинают поставлять десантные катера, которые нужны как раз для операции, причем в связке с зенитными ракетами, как раз против нашей армейской авиации, чтобы делать массированный налет. Почему-то где-то зависли десятки километров понтонных мостов с Канады, которые передавались. Американских катеров до этого. Это все где-то лежит и непонятно для чего. Вот этот москитный флот, который они формируют. Я напомню, кстати, что сейчас начинают прибывать морские пехотинцы, которые учились в Британии и Евросоюзе. Боррель сказал, что в Европе сейчас обучается 75 тысяч, которые должны до конца года приехать. Но мы понимаем, что это будет быстрее. Поэтому силы Украины есть. Это подготовка к каким-то действиям. Ведь через какое-то время мы можем так неожиданно узнать, что при Балтике, например, разрешили свое воздушное пространство для пролету украинских беспилотников. И маршрут на Санкт-Петербург будет очень короткий через Эстонию. Раз и уже вот туда. ВОЇННЯ ПІДСУМКИ ДНЯ ДИРЕКТОР Агенції Дефенс Экспресс уже с нами на связку. Сергей, вітаю, будь ласка. Вітаю тебя, Василь. Вітаю нашлидачів. Сегодня в нашей рубрике мы будем говорить про засоби противоповетраної обороны з Вірменії для Украины и иранские ракеты для Росии, что знаем достеменно, что нет. И про динамику на ліній фронту в целом и на окременных ділянках. Про все это замыть. ВОЇННЯ Почну з цікавої новини, від якої вже розриває російських военкорів. Йдеться про те, що нібито Вірменія передала Україні майже всі засоби противоповетраної оборони, включної ЗРК БУК, ТОР, С-300, ОСА разом з ракетами. Поки що немає 100% підтвердження цієї інформації, але знаємо, що у Збройних силах Вірменії дійсно досить такий потужний парк засобів противоповетраної оборони. Коли говоримо про ЗРК С-300, які бачимо на екрані, там у них було три дивізіони, декілька дивізіонів ЗРК БУК до 404 ЗРК ТОР і значна кількість 70 чи 90 одиниц ЗРК ОСА, які здатні збивати безпілотні літальні апарати. Але вся ця кількість, власне, була порахована перед Другою війною за Нагірний Карабах. І зараз фактично Вірменія повністю переглядає свій арсенал засобів противоповетраної оборони, повністю відмовляється від радянських і тим більше російських. Він уклала низку контрактів на засоби противоповетраної оборони з Францією. Так що чекаємо, що, скоріш за все, оця інформація про можливість передачі ЗРК з Вірменії до України цілком може бути реальністю. І сподіваємося, що це буде реалізовано в найкоротші терміни, при тому, що засоби противоповетраної оборони нам вкрай потрібні. Бо ракетна та дронова загроза з боку РЕФІ не зменшується, а навпаки може навіть зрости. І тут я маю на увазі публікацій в закордонних ЗМІ про те, що Росія вже могла отримати іранські балістичні ракети класу «Земля-Земля» ФАТЕХ-360. Моє спілкування з людьми, які досліджують уламки ракет, які використовує РФ, каже, що поки що немає підтверджень того, що такі ракети використовуються. Але ми знаємо, що начебто Росія отримала близько 200 таких ракет, про це писало видання «Гардіан». Американські посадові особи висловили занепокоєння з таких кроків Ірану, в той час як влада в самому Ірані, з одного боку, спростувала такі повідомлення, що вона передає ракетне озброєння до Росії. А окремі політики в Тегерані опосередковано визнали, що їхня країна експортує і безпілотники, і ракети до Російської Федерації. Член комісії з Нацбезпеки іранського парламенту заявив, що Ірану потрібен імпорт зерна і соєвих бобів. І тож одна частина угоди, якоїсь певної угоди, передбачала відправку до Росії воєнних дронів, військових дронів, а інша ракета. Там він казав про те, що ми ж даємо ракети Хезболі і Хамасу, чому б їх не передавати до Російської Федерації.